Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня я вам расскажу такую замечательную тему, как создание лендинг-пейджа. Лендинг-пейдж – это страница, на которой много-много разной информации, блоков, прокрутки, собственно, вся информация об организации. И чаще всего зачастую нас просят сделать очень и очень большой сайт за очень и очень ограниченные сроки, что очень часто приводит к таким нехорошим ситуациям, как дедлайн. Ну, собственно, начну, конечно же, с нашего замечательного учебного центра «Специалист». Наш учебный центр работает на рынке уже более 27 лет. В том году мы отпраздновали очередной 27-летний день рождения. И у нас выпустилось уже более миллионов выпускников. Причем также у нас учатся и корпоративные компании, зарубежные в том числе. И в учебный центр «Специалист» проводится более тысячи курсов. У нас есть минимум 6 комплексов учебных и 250 преподавателей-экспертов. Это цифры только штатных преподавателей. И еще примерно столько же дополнительно делятся своими знаниями в стенах специалиста. О себе расскажу. Я в настоящий момент работаю на нашу московскую транспортную систему. Собственно, разрабатываю веб-интерфейсы, фронт-разработка для КБУ Института научно-исследовательского МОСТ «Транспроект». Мы делаем как раз-таки топологию транспортной инфраструктуры не только на территории города Москвы, но также и на территориях регионов. То есть разрабатываем транспортный комплекс. Последние реалии, последние новости. Мы начали, выпустили проект, по которому сейчас Сколково в ближайшее время будут тестировать беспилотники по нашей как раз-таки картографической системе. Это очень крутой прорыв вперед. И в дальнейшем по нашей системе уже будут ездить беспилотники не только на территории Сколково, но и по всей России в том числе. Также дополнительно знаю такие языки программирования, как C++, а также Кложа, собственно, разрабатывала как-то на нем даже собственную CMS на языке Кложа. Помимо того, что я являюсь фронт-разработчиком, дополнительно я также преподаю курсы в учебном центре специалист по направлению веб-разработка. Курсы, которые я веду, в настоящем этапе их 5, HTML, все три уровня курса HTML, CSS, а также два курса по веб-разработке, JavaScript, первый и второй уровень. Помимо преподавания для взрослых, также преподаю веб-разработку для юных натуралистов, так сказать. Собственно, для деток тоже с удовольствием преподаю данные технологии, поскольку они достаточно интересны и увлекательны. По направлению веб-программирования, веб-разработка, конечно, у нас очень и очень большой стейк. Все начинается с курса HTML и CSS, и дальше разведляется, куда хотите. Хотите на бэк-разработку, хотите на фронт-разработку, хотите изучайте CMS. Ну, а мы с вами пойдем чуть-чуть левее и посмотрим разработку на HTML и CSS уровни 2 и 3. Собственно, тема нашего сегодняшнего занятия – это разработка лендинг-пейдж. И мы постараемся ее в минимально возможной сроке сделать достаточно большую страницу. Что нам для этого сегодня понадобится? Во-первых, текстовый редактор. Текстовый редактор у нас будет Sublime Text 3. Ссылочка на текстовый редактор, если кто-то его не знает, у нас есть. Вот она здесь находится. Также мне потребуется плагин для Sublime Texts Emmet. Его потребуется сейчас установить. Собственно, устанавливаем Package Control. После того, как мы установили Package Control, надо будет установить пакет. Пакет наш так и называется Emmet. Нам предложат выбрать что-то из пакетов. Мы выбираем Emmet. Самый стандартный. У нас появилось окошечко, что мы успешно все установили. Все. На этом, собственно, у нас заканчивается установка пакетов для Sublime Texts. С помощью Emmet мы можем быстро и легко использовать наши сетевые технологии. Соответственно, далее, после того, как мы познакомились с Emmet, нам потребуется такая замечательная библиотека, как Bootstrap. В презентации есть ссылочка, ведущая нас на сайт getbootstrap.com. Мы открываем этот сайтик. Он у нас открывается по умолчанию в браузере. Но этот браузер нам не очень подходит. Мы с вами будем работать в браузере Google Chrome. По крайней мере, постараемся. И на сайте Bootstrap можно найти много-много разной информации, как его подключить. Вы можете использовать абсолютный путь к сайту Bootstrap, здесь CSS и JavaScript файлы. Можно его скачать через Node Package Management, если у вас есть установлен сервер Node.js. Ну, а самый простой – это через Download. Здесь есть несколько пакетиков с ресурсами, как можно скачать и установить эту программу. Ну, например, Completed CSS and JS файлы, поскольку Bootstrap – это библиотека наполнения контента CSS. И там есть еще JavaScript скрипты, которые помогают нам делать интересные прикольные фишечки. Собственно, мы скачиваем вот этот вот пакет, но находятся две папочки. CSS папочка и JavaScript папочка. JavaScript папочка нам сегодня не понадобится, поскольку мы не являемся полноценными фронт-разработчиками. Я оставила для вас только одну папочку, называется она CSS. Собственно, вот это файлы, которые уже скомпилированы, находятся внутри такого вот продукта Bootstrap. Простите внимание, все файлы называются через Bootstrap. Можно подключить библиотеку, относящуюся только к сеточному наполнению контента. Можно подключить дополнительные моменты. И самый основной файл, который содержит в себе все возможные варианты развития событий, это файл Bootstrap.css. То есть подключение Bootstrap.grid, например, даст нам только выравнивание контента по сеточке. А вот Bootstrap.css даст нам все возможности библиотеки Bootstrap. Вот примерно таким образом выглядит этот файл. CSS, он достаточно объемный. Здесь, обратите внимание, ого, 10 тысяч строчек кода. Замечательный файл, но чтобы наш браузер не захлебнулся от такой информации, а 10 тысяч строчек кода.css для него все же многовато, у нас используется минимизированный файл. Всегда есть в подобных библиотеках, называется min.css. И обратите внимание, что все эти 10 тысяч строчек уместились в одну маленькую строчечку. Вот оно, и, собственно, этот файл мы и будем использовать. Так, Bootstrap.min.css. Также есть карта, как посмотреть, как подключить этот файл. Но это уже отдельная наука. Ну что ж, поехали. Создаем наш новый файл, называем его, как положено, опытным пользователем index.html. Главная страница нашего лендинг-пейджа. Собственно, главная и единственная. Ну и в дальнейшем через плагин Emmet нам достаточно только набрать восклицательный знак и нажать табуляцию. И наша страница, в принципе, готова. Язык английский нас вполне устраивает. Title, ну пусть будет лендинг-пейдж. И мы подключаем теперь наши файлы со стилями. Соответственно, когда я подключаю файл со стилями, мне нужно будет сделать ссылочку, линк, rail style sheet. И тут первое правило, которое работает, когда мы используем какие-то сторонние библиотеки. Обязательно всегда подключайте сначала файлы со стилями сторонних библиотек. Если вам недостаточно сторонней библиотеки, только потом подключайте файлы со стилями уже непосредственно в ваши кастомные следующие. У нас здесь будут две ссылки, линк. Первая ведет нас на файл bootstrap, putcss. Соответственно, там нас ждет файл bootstrap.min.css. Вот он. И второй файл будет наш собственный со стилями style.css. Поскольку невозможно всегда под копирку сделать одинаково хорошо для библиотеки bootstrap, все равно придется подключать какие-то свои стили. Как минимум, задний фон в виде картинки у нас свой. А раз мы подключаем свои стили, то нам потребуется и файл со стилями style.css. Сохраняю его прямо здесь в корне сайта. Это bootstrap. Отлично. Ну и можно будет дополнительно разделить экран с облайн текста на две части, используя комбинацию клавиш alt-shift-tab, если вы используете операционную систему Windows. Ну что ж, мы подготовились к созданию нашего лендинг-пейджа. Теперь, собственно, нужно посмотреть, а какой лендинг-пейдж мы будем делать. Это прям всегда вопрос самый страшный. Макета для нашего лендинг-пейдж на сегодня я подобрала. Это ивент. Он достаточно объемный сайт. Собственно, что мне в нем и понравилось. Мы увидим с вами вот такой вот глобальный сайтик. Он у нас состоит из порядка 17 блоков, если я не ошибаюсь. Такие вот, ну большой сайт. Много-много информации. За 45 минут мы, конечно, весь сверстать не успеем, но первую часть, конечно же, обязательно посмотрим с вами, как это делать быстро с помощью библиотеки Bootstrap. Вот такой ивент. И обратите внимание, тут уже есть кастомные вещи. Это задний фон. Раз блока, два блока, три блока и так далее. Четыре блока. Пять. Пять блоков задним фоном, которые у нас в любом случае какие-то изображения должны учитываться. Давайте тогда с вами и займемся кастомными стилями. File, style, CSS. И что здесь мне надо? На самом деле не так много. У меня используется, ну, в среднем где-то четыре изображения заднего фона. Два из них повторяются. И я могу, например, добавить свой собственный класс. Background 1, background 2. То есть все четыре класса. Три и четыре. Четыре класса. И у них у всех используется задний фон в виде картинки. Соответственно, я могу записать для них одно общее правило. Background в виде заднего фона. No repeat не повторяется, располагается по центру, по центру, по вертикали, по центру, по горизонтали. Это так. И всегда по всей ширине страницы, неважно, какое разрешение экран у нас используется. Поэтому задам ему правило cover. Ну и обратите внимание, тут есть очень прикольная фишка, когда мы двигаем сайт. Вот, кстати, используется parallax effect. Если обратить внимание, картинка как будто бы стоит, но слегка продвигается. Но здесь картинка у нас статичная, не изменяется с контентом. А, соответственно, в background attachment у таких изображений правило значение принимает в fixit. Соответственно, сюда нам еще добавим fixit. В любое место правило background. Background attachment fixit. Отлично. Вот это вот их общее правило. Ну, соответственно, у каждого из изображений в задний фон в виде картинки будет свой собственный URL. Эти изображения я уже скачала из сайта. Вот они, наши бэкграунды. Их четыре штуки. Ну и давайте мы их подключим. bg1. Его бэкграунд имидж будет url. Ну и, соответственно, images slash bg1. Какое у нас там? Расширение файла jpeg. jpeg файл из картинки. jpeg. Аналогичная история ждет остальные четыре класса. Остальные три класса. Так, один, два, три и четыре. Так, ну и момент для бэкграунда первого. Здесь есть одна очень нехорошая ситуация. Дело в том, что когда вот этот файл мы открываем, у него снизу появляется пустая полоска. Это ошибка, может быть, дизайнеров, тех, кто делал фотографию. Поэтому ему нужно задать размер чуть-чуть побольше. То есть его бэкграунд сайз будет, ну, например, 110 пикселей. Чтобы этот пробел мы с вами не видели, нас он не тревожит. 110% у нас будет бэкграунд сайз. Слегка оговорилось. А бэкграунд имидж у нас bg1. Все. Следующий момент. Обратите внимание на сами изображения. Тут у нас изображения такие, а тут у нас изображения затененные. Соответственно, надо предусмотреть тот факт, что у этих картиночек будет еще поверху фон полупрозрачный, темного цвета. И надо будет задать тоже специфичный класс. Назову его бэкграунд-даркен. Бэкграунд-даркен. У которого будет задний фон. Ориентировочный бэкграунд-калор, конечно, общие правила. И RGB-ам полупрозрачный фон у него будет серенький. 19, 29, 67. И прозрачность, ну, например, 80% непрозрачности. Ну, и высота 100% сразу здесь зададим, чтобы уже к этому не возвращаться. Тогда у нас поверх будет наложен полупрозрачный такой фон серенький, и все будет хорошо. Собственно, что касается стилей CSS, этого все. Нам больше ничего не надо. Остальное мы отправляемся во страну HTML, и с помощью Bootstrap'а и наших кастомных классов, которые мы добавили в виде файла в стиле CSS, мы с вами создадим лендинг-пейдж. Что нужно знать про лендинг-пейдж? Когда мы его открываем, в первую очередь мы смотрим на то, что у нас контент, как он себя ведет, как располагается сайт по ширине, либо нет. Ну, давайте посмотрим. Вот у нас сайт весь по ширине. Далее у нас тут контент располагается с какими-то полями. Эти поля, они присутствуют везде, кроме, ну, вот этого блока. Вот он тут тоже по ширине располагается. Здесь тоже поля внутри присутствуют, хотя задний фон широкий. То есть здесь есть какая-то центр выравнивания, можно это так сказать, контента по каким-то особым параметрам. Собственно, чтобы вот это предусмотреть, и чтобы это глазками прочувствовать, мы берем блокнотик, ручку и начинаем рисовать этот сайт. Перерисовывать, смотреть, как ведет себя контент. Примерно первое количество блоков, которые я перерисовала, проект макета начала, как он выглядит с точки зрения верстки. У меня идет панелечка меню, внутри которой у меня два блока. Причем мы стараемся делить сеточку нашего сайта на 12 частей. Это стандартное представление макета по сеточке. У меня треть сайта, то есть 4 из 12 сеточек по ширине, занимает логотипчик, остальное занимает менюшечка. Далее у меня идет большой широкий блок. Он такой, да, маленький. Потом у меня идет блок, допустим, с... Где у меня здесь? Вот. About event. Вот он большой, по всей ширине располагается, по центру. Внутри него находятся три структурные части. Одна занимает 50%, и остальные делятся по 25%. То есть тоже вот такой момент. И мы таким образом рисуем сеточку. Здесь все по ширине нашего сайта находится. Здесь сеточка другая. Вот она побольше. Со всех сторон. У меня три блока выравниваются, но теперь по ширине, в зависимости от размера экрана монетон. Увидев эти моменты, разрисовав себе весь сайт, можно начинать обычно сверху вниз, так и начинают создавать сайты. Ну и поехали. Собственно, сверху у нас чуть-чуть не будем отталкиваться от панелечки меню, а я начну со следующего экрана. Это экран с задним фоном, с человечками и заголовком первого уровня. Менюшечку мы потом добавим сверху. Элемент секшен. Обычная секция. Причем мы знаем, что у нее будет класс Background 1. Обратите внимание, сейчас я использую плагины Amid, чтобы ускорить написание своего кода. Далее. Чтобы навешать темный фон на наш Background 1, конечно же, я использую класс Background Dark. Класс Background Darken означает элемент, находящийся внутри другого элемента. И внутри Background Darken уже идет синтаксис Bootstrap. В Bootstrap все наполнение элементов это и есть класс Container. Контейнер, внутри которого находится класс Row. Это априори так заведено. И внутри этого класса Row у меня находится элемент, занимающий собой все пространство. Это класс Call 12. Класс Call 12. Визуально будет выглядеть это примерно так. То есть я, когда нажала на кнопочку Tab, у меня образовался секшен с классом VG1, внутри него класс VG Darken, контейнер, Row и Call 12. Вот такая структура, это специфичная структура Bootstrap. У нас есть всегда контейнер, у нас есть строка, внутри которой выравниваются элементы по сетке. И в зависимости от названия класса, у меня сейчас по всей ширине сетки, соответственно, он занимает все пространство, все 12 колоночек, на которые делится наша сетка. Если у меня было бы Call 3, то тогда бы он занимал только 3, только 3 от нашей сеточки по ширине. Здесь именно выравнивание идет, размеры элемента по ширине. У нас центральный блок занимает все в собой пространство, и внутри него находятся следующие элементы. Еще раз на них посмотрим. Элемент H1 заголовок первого уровня, какой-то абзац текстом и какая-то кнопочка. На такие мелкие, специфичные визуальные эффекты я внимания обращать не буду. Вы можете сделать таким же абсолютным методом, но они потратят у нас пару минут времени. Все же для нас это критично. И идем дальше. У меня идет заголовок H1, внутри которого располагается какой-то текст. Ну, давайте его перепишем. Annual Conviction, если... А, конференция. Annual Conference. Вот он, заголовок первого уровня, и внутри него располагается текст. Ниже у меня располагается какой-то другой текст. Я назову его заголовком четвертого уровня, и внутри него там конференция, Филадельфия. Так, копипаста. Внутри него располагается вот такая вот информация, причем все заголовок shift, что не очень хорошо на самом деле. Но ладно. И после них располагается ссылочка, элемент А, регистр now. Регистр now, и все, вроде бы, жизнь прекрасна. Но если я сейчас открою свою страницу в браузере, то подразумевается, что я увижу что-то очень и очень неприятное, как минимум, потому что я не доделала, не допилила эту страницу. Обратите внимание, вот у меня страница. Высота элемента внутреннего у меня равна высоте контента. Контент какой-то черный на светло-сером фоне, все очень плохо выглядит. Собственно, с помощью библиотеки Bootstrap из специфичных классов можно дополнительно визуализировать стилистику нашего сайта. Ну и поехали. Для того, чтобы мой сайт выглядел по высоте, я занял 100% высоты, у меня используется класс VH100. То есть Viewport Height 100%. Далее, я могу выровнять по центру, причем по центру не по горизонтали, а по центру вертикали. Поскольку у меня используется Bootstrap, он работает на Flex. Его основная специфика элементов в предоставлении на Flex. Display Flex. Align Items Center. Класс выровняет мне элементы все по центру по вертикали. Идем дальше. По вертикали это хорошо, но текст у нас также должен быть выровнен еще и по горизонтали. Обычный текст Align Center вставлен у Bootstrap в класс Text Center. Вот так вот. Класс Text Center. Значение этого класса – текст Align Center. H1. Для H1 мы используем дополнительно класс, который сделает нам сайт TextSuccess. Это предоставление текстового цвета, зелененький, то есть успешный. Мы дополнительно можем еще специфичными цветами обладать. Текст Uppercase сделает нам тексты за главные буквы, то есть все в поверхнем регистре. Ну и класс Display 1 используется для заголовков первого уровня. Они будут большие, тоненькие и аккуратные. И обратите внимание, добавив всего лишь парочку визуальных классов от Bootstrap, мы с вами получим вот такую историю. Так, что-то у нас пошло не так. Эммит везде. Вот, пожалуйста, высота моего элемента стала 100 viewport height. Annual Conference тоже класс не подключился. Да, потому что я использую нотацию эммита, совсем забыв, что мы пишем все внутри класса. Да, такое тоже бывает. И вот, обратите внимание, уже что-то похожее вырисовывается. Тут тоненькое, тут жирное. Все зависит, конечно, от шрифта. Ну, в принципе, красиво-красиво. Все. Нас другой не интересует. Нам осталось только сделать заголовок и кнопочку в другом формате. Собственно, этим и займемся. Заголовок четвертого уровня у меня. Также, по идее, должен быть текст uppercase. Но, поскольку мы скопировали уже крупные буквы, то нам это сейчас даже и без надобности. Делаем его светлым. Для этого подходит вполне класс text light. Так. И нам нужно будет предусмотреть отступы у наших элементов. Например, padding top 3. Вот так вот пишется это в бустерапе. Пэдп 3. И padding bottom 5. Ну и, соответственно, вы увидите, что между кнопочкой регистр now и заголовком у нас теперь есть какие-то... О, не туда. Вот видите, отступов нет. Сейчас они все сброшены на включение по умолчанию. А теперь у нас цвет стал в биллом, а вот отступы не появились. Проверяем. Пэдпинг топ 30 пикселей, padding bottom 50 пикселей. Собственно, вот мы с вами увидели этот момент. Идем дальше. Осталось стилизовать в этом блоке кнопочку, и мы уже сделали с вами целый один большой блок за считанные секунды. Аналогично у элемента A появляется класс. У всех кнопок в бустерапе класс начинается с button. Обычная кнопочка – это не элемент A, а именно элемент A от button. В данном случае нам достаточно просто элемента A использовать. Button outline. Сделает нам кнопочку очерченной, а button outline light дополнительно сделает ее очерченной и светленькой. И также у элемента A используется класс текст и перкейс, который нам дополнительно еще задаст верхний регистр у текста. Собственно, вот мы получили с вами светлую кнопочку, элемент A, да, вот она. Так. Button text uppercase. Все вроде бы отлично, но почему-то у нас текст, давайте проверим, текст light. Светлый текст у нас не встал. Красиво. Вот, текст light получился. Light, гхт, вот. Да, и, соответственно, здесь уже не надо. Одна маленькая ошибка, и вот, пожалуйста, теперь вот это нам лишняя информация. Button outline light автоматически делает нам стили для кнопочки, причем она будет очерчена, но обратите внимание, по хайверу она поменяет цвет даже текста в том числе. И у нее будут красивые скругленные рамочки. Даже симпатичнее смотрится, чем оригинальная кнопка. Вот наша библиотека Boostrat нам сделала полноценный первый блок. Ну, теперь вернемся к меню header, к элементу header, заголовочной части нашего сайта, и сделаем то же самое, только над всех. У меня появляется элемент header. Вот теперь держитесь, поскольку теперь мы вот всю эту красоту с вами сейчас наведем, но используя только один emet. У элемента header есть маленькая полосочка снизу, соответственно, появляется класс border bottom. Чтобы эта полосочка была определенного цвета, а именно светлая класс border white используется. И также небольшие отступы padding top и padding bottom по 30 пикселей. Padding bottom 30 пикселей 3. Так, внутри него, конечно же, находится класс container. Без него никуда. И внутри класса container находится класс row. И у row уже теперь присутствует также аналогично его брату, align items center, выравнивание item по центру, выравнивание элементов по центру, для flex-блоков. Ну и идем внутрь класса row. Тут меня поджидают два элемента. Один из них по ширине, проверяем макет по ширине. Это 4 колоночки из 12, а другой оставшиеся 8 занимает. Соответственно, появляются два класса. Я их ограничу. Класс call 4 и класс call 8. Сделаю, чтобы мне потом удобнее было наполнять их внутри с помощью круглых скобочек их группирую. Call 4 – это у меня логотип. Раз логотип, то обязательно какая-нибудь ссылка должна идти. Крэв пустой пусть будет. И внутри этой ссылки находится моя картиночка элемент имидж. Картинку с логотипом я тоже уже вставила. СРЦ в папочке имидж находится. Имидж лога PNG. Но там большая лога, поэтому нам надо как-то ее ограничить. Для этого, конечно же, атрибут alt не забываем. Очень-очень важный атрибут. Поэтому мы дополнительно зададим нашему логотипчику еще и атрибут с высотой 40 пикселей. Достаточно просто понятие 40. Ну и все. Далее идем в класс call 8. Вот здесь вот у нас уже навигационная панель полнейшая. И появляется новая нотация, новый синтаксис. Для того, чтобы сделать навигационную панель, у Bootstrap используется класс nav. Выравнивание контента по конечному краю. Это с правой стороны justify content.ent. И далее у нас используются внутри вложенные ли элементы. У них класс обязателен для панели меню Bootstrap. Это nav.it, который как раз таки формирует эти ячейки. Таких элементов ли у меня будет 7 штук. Да-да. Как и в макете, их тоже 7. Ну и внутри него nav.link. Это ссылочка. Тоже неотъемлемая часть любой панели меню. И вот ссылочкой мы уже можем развлекаться как хотим. Аперкейс, текст сделать, поскольку текст менюшечки тоже у нас заглавными буквами пишется. Аперкейс, текст, далее у нас используется класс текст white, белый цвет текста. И, ну, собственно, все. Дальше нам осталось только добавить туда текст. С помощью любого слова лорем и количества символов, которые мы хотим добавить, именно 1, я с чистой совестью в конце этого ужасного пуска кода набираю кнопочку табуляции. И обратите внимание, вот моя ссылка. Лорем умноженное на 7 выдал мне вот такие вот по одной штуке куски кода. Тра-ла-ла, магнам, опериам, долорес и так далее. Все это находится внутри элемента А с классом, элементы Ли с классом, элемент UL. И такой достаточно приятный синтекс. У меня почему-то у А хребта какой-то неприятный. Собственно, при обновлении этой страницы мы с вами увидим, о, моя панель меню. Но что-то с ней пошло не так. Дело в том, что моя панель меню по оригинальному макету, обратите внимание, она находится прозрачной и прямо над моим предыдущим блоком, с которого я и начала. То есть у нее здесь стоит позишн абсолют, который делает ее жестко привязанной. Абсолютно спозиционированный, даже позишн фикс, но я буду делать абсолют. Она у меня будет стоять здесь сферу. Соответственно, класс, который мне задает этот момент, так и называется, для всего хедера, для всего элемента хедера у меня используется класс позишн абсолют. Позишн абсолют, абсолютное позиционирование. По ширине она у меня занимает 100%. Вид 100. И сейчас мы увидим немножко другой эффект нашей панели хедер. Обратите внимание, вот она у меня по ширине 100% абсолютно спозиционирование. Собственно, мы с вами сделали уже два блока и можно идти к следующему блоку. Ну, давайте посмотрим. Вот это очень интересный блок, он уже состоит из кучи маленьких разных частиц. Ну, и давайте его сейчас быстренько сверстаем. Так, как мы будем его верстать? Этот блок у нас состоит из уже тоже секции, но она у нас белого фона. Соответственно, у нее появляется класс bg-white. Внутри нее, конечно же, находится класс контейнер. Без него бустра никуда. Он как раз-таки формирует наполнение контента. Row – класс, отвечающий за дисплей и флекс. И у нас там несколько колоночек. Call 12 – колоночка, которая идет по ширине с заголовком первого, второго уровня и так далее. Далее у нас используется call 6, который делит нашу часть на две части. Call 6. Ну, и у него еще будет брат. Мы через брата поработаем. Call 6 – тоже колоночка посередине. Это что такое? Это сейчас я создала два блока. Один у нас занимает по ширине все пространство. Второй занимает по ширине 50%. Третий занимает по ширине 50%. И весь остальной контент будет выравниваться внутри него. Соответственно, в call 12 у меня используется заголовок второго уровня. Какой заголовок использовать, я придумываю сама на самом деле. Но если первого у меня уже существует, он должен быть на сайте один. Соответственно, все остальные подобные заголовки будут иметь второго уровня. Текст апперкейс. Всегда заголовки все заглавного цвета. Текст праймари. И вот этот цвет текста будет уже синенький. Праймари. Выравниваем его по центру родительского блока. И задаем ему какие-то отступы. Со двух сторон. PadingTop и PadingButton по 50 пикселей. PadingTop и PadingButton. Ну и осталось только добавить текстового содержимого. AboutEvent. Все. Идем дальше. Следующая. У нас колоночка шестая. Там тоже ничего особо интересного нет. Или есть. Проверим. О, тут текст, абзац и кнопка. Кнопку мы с вами уже делали. Вот она такая же абсолютно, как здесь тоже. Другой слов. Так. Ну и поехали. Колл 6. У меня внутри находится заголовок пятого уровня. Почему пятого? Потому что я так хочу. Дисплей 5. Это стилизация для заголовков специфичных. Ну и будет в нем каких-то там лори. Ну давайте сделаем 20 символов внутри этого заголовка. Далее. У этого заголовка есть брат абзац. И мы сделаем в нем 100 символов, допустим. Стандартным шрифтом. И далее у нас опять кнопочка А с классом Button. А аналогично Button Outline. Но там темная кнопочка, поэтому Button Outline будет у нас Dark. Ну и нам достаточно два слова в этой кнопочке. Лори 2. Ну и последняя колоночка. Внутри нее будет твориться все интересно. Сейчас пока что без наполнения второй колоночки посмотрим, что у нас получается. Колл 12, колл 6 и внутри него три элемента. Визуально будет выглядеть эта красота вот так. About Event по центру. Дальше идет заголовок. Абзац и кнопочка со текстом. А вот здесь вот у нас будет как раз таки твориться вся оставшаяся магия. Мы с вами внутри этого колл 6 задаем. Обратите внимание, еще один row. То есть у меня могут быть колонки внутри колонок через класс row. И внутри него будут еще раз колл 6. Одинаковых четыре элемента, внутри которых будут заголовок и небольшой текст. Ну, заголовок, допустим, четвертого уровня. Текст апперкейс. Также заглавными буковками. Для этого макета тут все заголовки пишутся заглавными буковками. Ну, и каким? Лорим три символа. И абзац текста с небольшим количеством текстов. Нам достаточно 20. И я их умножила на 4. У меня образовалось 4 одинаковых элемента. За счет того, что мы задали класс row, мы также внутри теперь этого папы выравниваем элементы по столбцам по 50%. Единственное, да, он сейчас не заработает, потому что потерялся тире. Можно заменять таким образом, а можно один раз откатиться и задать тире еще раз. И у нас получается вот такой вот кусочек кода. Обратите внимание, все структурировано, ровно выделено. Ну, и мы идем дальше. Кстати, здесь бы пейдингов не помешало снизу добавить. Так, давайте-ка мы их добавим с вами снизу. У родительского класса. Затаем ему, так, не у этого. Например, пейдинг. Пейдинг баттер 5 будет достаточно. И вот у нас небольшой пейдинг. Снизу воздушное пространство появилось. Ну что ж, это мы с вами сделали сейчас, ну, ориентировочно минут за 30. Мы с вами сделали полноценно два блока. Ну, давайте рассмотрим такую ситуацию. У нас вот этот блок, он похож на первый блок. У нас есть блок, расположенный по всей ширине контента. Он очень достаточно интересный, поскольку у него добавляется чуть-чуть другой класс контейнер. И вот его я хочу как раз-таки вам показать, как это будет выглядеть. То есть мы один блок с вами сейчас немножечко пропустим. Секшн. Элемент секшн. И у меня идет блок, он в презентации используется как блок четвертый. У него задний фон белый. Ну, давайте white. У него у нас немножко сольются, но мы увидим разницу. И здесь ключевое отличие, что он у нас класс контейнер. Вот этот вот класс основной контейнер, который мы задавали, мы его задавали, у него фиксированный размер. У него фиксированная ширина для каждого элемента. Когда мне надо, чтобы мой контейнер, прошу прощения, фиксированная ширина, в отличие от типа устройства, которое мы используем. Собственно, Bootstrap, он в первую очередь ориентирован на то, что использовать его для разных типов устройства, как раз-таки с помощью вот таких вот классов. Но мне надо, чтобы мой контейнер был по ширине, не какой-то там 1200 пикселей, а по ширине всей страницы. Страница у меня большая, экран у меня хорошего разрешения. И для этого мне потребуется использовать класс не контейнер, а контейнер флюид. Собственно, вот эта вот магия, она нам и задает, что внутри контейнера теперь у меня все будет выстраиваться по всей ширине страниц. Row и, ну, примерно то же, что у нас было в предыдущем блоке, заголовок второго уровня с каким-то текстом, текст uppercase, текст primary, текст центр, выравнивание по центру и отступы padding top и padding bat. Обратите внимание, практически на каждое CSS-свойство у нас есть свой класс. Этот подход называется в методологии atomic CSS. Это как раз-таки атомарный подход нашего контента, нашего наполнения с помощью CSS. По два слова в заголовки добавим. Немножечко небольшой абзацпы. По ширине он у нас будет 50% маржин авто, чтобы он выровнялся по центру. И также текст центр. Большой текст, пусть будет 200 слов. Как-то так. Вот у меня заголовок в первой колоночке все замечательно. Самая интересная и неожиданная часть нас ожидает во внутреннем вложении. Это три фотографии, которые у нас по ширине как раз-таки контента и изменяются. Это класс полк 4. Таких классов у меня будет три. С выравниванием текста по центру. Так, что-то у нас сбежало. Таких будут три штуки. Внутри них находится элемент image. По ширине он будет занимать у меня 75%. И у него, конечно же, атрибут src. Это путь к файлу image.p. И в зависимости от картинки у нас будет какой-то определенный название файла. Доллар в данном случае обозначает число 1 в первом случае. Во второй итерации это будет число 2. И в третьем случае это будет число 3. Альтернативный текст, без которого не могут жить, в принципе, наши элементы имиджа. Спикер. Ну и также доллар. Поставим спикер 1, спикер 2, спикер 3. И вот они, три мои картинки получились. И обратите внимание, что с ними сейчас стало. Спикер 1, спикер 2 и спикер 3 выстроились в ряд. Так, отлично. Они маленькие. Они начали выравниваться вот от этого края. Но им что-то помешало выравниваться по полу. Так, что с облаем текстом? У меня здесь чуть-чуть. Да что такое? Так, ну что ж, давайте проверять, по какой причине у нас картинка не встала по центру. В колл 4. Ну хорошо, если мы и сделаем. А, ну конечно, конечно. Обратите внимание, сейчас все было написано абсолютно правильно, но в какой-то момент я потеряла папу. У меня папа это класс Ром. И колл у меня всегда выстраивается внутри родительского элемента, что и вызвало неприязнь моих картинок. Вот они сейчас должны встать. Три ровно в ряд. И обратите внимание, вот они. Ширина 75% от размера родительского контейнера в данном случае. И они таким как бы выравниванием и центрированием текста. Естественно, высота элемента будет зависеть от ширины экрана. То есть у меня ширина экрана может меняться, и тогда картинка может быть чуть меньше, либо чуть больше в зависимости от того, насколько у нас все это хорошо. Можно проверить этот факт. Мы изменяем размер экрана. Обратите внимание, вот у меня картиночки маленькие. Теперь картиночки чуть увеличились, ну и далее они увеличиваются еще больше и больше. Как раз-таки гибкий подход. Мы задаем им только ширину. Высота у нас увеличивается пропорционально. Ну что ж, время нашего семинара, к сожалению, подходит к концу. У меня нет времени рассказать вам еще про один замечательный блок, который у нас здесь есть, который я хотела бы вам показать. Это верстка таблицы. Таблица тоже может быть сделана таким образом с помощью Bootstrap. Я вам покажу на примере уже готовой реализации. Вот такие вот параметры. У вас есть это в презентации. Секшен. Никаких переносов строк быть не может. Все пишется в одну строчку. Секшен. Цвет белый. Опять-таки контейнер. Это один класс row. И у меня появляется здесь какой-то момент. Элемент называется table с классом table. Собственно, это вся магия. TR4. Это четыре строки. TH в первом столбце. В остальных двух столбцах ячейки TD с каким-то разным количеством текста. И задавая такие вот вещи, я могу посмотреть, что у меня дополнительно еще с помощью Bootstrap добавился таблица. Причем таблица достаточно похожа. 100% похуже, конечно, мы используем свои дополнительные кастомные стили. Но с помощью Bootstrap, что-то пошло здесь не так, с помощью Bootstrap мы с вами можем сделать практически весь этот сайт, полностью наполненный за исключением этих картин. Картинку мы с вами добавили дополнительно. Ну, и на такой завершающей ноте, да, еще раз окунемся в код. Секция 2 мы ее не сделали, мы ее пропустили, но она похожа на секцию 1. Секция 4 была наша таблица, пятая секция. И, собственно, эти все методы мы с вами будем рассматривать на двух курсах. На курсе HTML и CSS уровень 2 мы посмотрим, как работает плагин NAMIT. Я обязательно вас подружу вот с такой конструкцией, чтобы вам это не казалось страшным, непонятным, что это очень быстро и легко наполняет контент нашего сайта. Также мы на HTML и CSS уровень 2 поговорим о гибкой верстке, о флекс-блоках. Соответственно, все, на чем строится библиотека Bootstrap, мы с вами узнаем, какие классы использовать именно на HTML и CSS уровень 2. На HTML и CSS уровень 3 мы с вами непосредственно научимся применять библиотеку Bootstrap и делать такие сайты уже непосредственно на занятиях в классе. Ну и дополнительно поговорим, конечно же, о сетках, о гридах. Это очень важный момент, который сейчас в современном вебе, без которого мы просто не можем обойтись. Ну а также поговорим о методологиях верстки, как раз-таки, что такое Atomic CSS, что такое Яндекс.БМ, где и когда и как это все используется. Ну и ближайшие курсы, которые есть у нас по этим направлениям, в частности, у меня эти курсы будут подряд идти по воскресеньям. Воскресные группы HTML и CSS уровень 2 у нас начинаются 26 мая. После майских праздников отдохнувшие, счастливые на курс по воскресеньям, как раз-таки самое то. Четыре воскресенья и после того, как закончится HTML и CSS уровень 2, у нас сразу пойдут третий уровень HTML и CSS в июне, ровно через месяц. Уже три воскресенья, оно идет чуть-чуть покороче. Пожалуйста, записывайтесь, успевайте. Мест достаточно ограниченное количество, тем более это очный курс. Чаще всего HTML и CSS у нас преподается в качестве открытого обучения, когда вы приходите в аудиторию и смотрите записи видео, но преподаватель сидит с вами и отвечает на все ваши поставленные вопросы. В очном обучении тут у нас идет как раз-таки формат живого общения. Мы знакомимся с этим уже тет-а-тет лично, и это достаточно удобный способ обучения. Если у вас остались какие-то вопросы, я с удовольствием сейчас на них отвечу. Вопросов нет. Ну хорошо, в таком случае на этом я с вами прощаюсь. Жду вас на курсах HTML, CSS уровень 2. А также приходите на курсы JavaScript, они тоже у нас проходят JavaScript, PHP и другие курсы по веб-разработке. Всего доброго, да, до свидания.